Профессия педагога, школьного учителя не ограничивается преподаванием узких предметов. Наставники юных артёмовцев понимают, что именно они способны сформировать у своих учеников правильное отношение к реалиям окружающего мира, в том числе собственной безопасности. Госавтоинспекция города Артёмовского в тесном взаимодействии с управлением образования Артёмовского городского округа регулярно проводит мероприятия в общеобразовательных учреждениях, направленные на акцентирование необходимости знания и юными артёмовцами правил дорожного движения. Так, на базе школы номер 6 был организован специальный семинар для педагогов общеобразовательных учреждений, которые поделились опытом работы со всеми субъектами образовательного процесса по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Участниками мероприятия стали педагоги школ номер 1, 3, 6 и 12, гостями семинара педагоги школ номер 5, 7, 18, 19, 27 и 56, а также центры образования и профориентации. Хотелось бы, чтобы выступающие поделились каким-то опытом, конкретной формой работы. Пусть, назовите это как угодно, пусть это будет мастер-класс, прогноз урока, какой-то, я не знаю, акция какая-то, ну, вот разные. Педагоги школы номер 6 рассказали о системе работы по воспитанию навыков безопасного поведения на дороге с детьми по возрастным категориям, работе с родителями через лектории, выступления о гидбригад, привлечении взрослых к проведению мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения, а также проведение индивидуальных бесед с родителями детей-нарушителей правил дорожного движения. Педагог-организатор Ирина Сметанина отметила, что, по сути, та программа, которая сейчас реализуется в 6-й школе, изначально была ориентирована на энтузиазм самих педагогов. Она рассказала, что сейчас в школе номер 6 организована работа с социальными партнерами по безопасности дорожного движения, центром досуга «Горняк», куда дети приходят на познавательные мероприятия по правилам дорожного движения, автошколой УТЦ, где проходят экскурсии и занятия, а также с предприятиями Артемовский машиностроительный завод и ПО Артемовские электрические сети. Там проходит пропаганда правил дорожного движения, поздравления и праздники. Учитель начальных классов Елена Кудашева отметила, что программы, по которым занимаются ребята, это серьезные проработанные схемы, которые подразумевают планомерную работу со школьниками, в частности, младшими. В начале учебного года вновь была составлена программа, рассчитана на 34 часа. Программа я сразу же составила на 2 года. И занятия проводились один раз в неделю. Они имели теоретическую направленность, то есть когда мы отрабатывали все темы с детьми на занятиях и практическую направленность. Елена Кудашева сообщила, что ювидовцы в каждое время года отрабатывают свой микрорайон. Расклеивают листовки о проведении профилактических мероприятий и правилах дорожного движения на дороге по временам года. Юные инспекторы посещают ближайшие детские сады и рассказывают малышам о правилах поведения на дороге. Ювидовцы активно участвуют в муниципальных и всероссийских онлайн-конкурсах. Учителю БЖ Сергей Волков рассказал, что работу с педагогами осуществляют через тестирование, проведение деловых игр, решение ситуативных задач. Также ведут мониторинг по нарушителям правил дорожного движения. Благодаря активной работе в летний период и сентябрь этого года нарушителей не было. Учитель ОБЖ из школы номер один Елена Козлова отметила, что работа должна проводиться и с педагогами, социальными работниками, конечно же, родителями. А также подчеркнула, что все занятия со школьниками необходимо структурировать, обращая внимание в первую очередь на возрастные особенности ребят. Конечно, основная форма работы в начальной школе – это у нас игровые уроки, потому что возраст у нас, как бы, детей небольшой, быстро перетомляется, информацию большую, много не усваивают, поэтому все в игровой форме. Раскрывая формы работы по предупреждению ДТП с участием детей, она обратила внимание на расположение школы и наличие нарушителей, озвучила основные нарушения детьми. Движение по проезжей части при наличии тротуара, переход проезжей части в зоне видимости пешеходного перехода. Также обозначила основные участки дороги, на которых дети часто нарушают правила дорожного движения. При составлении маршрутов безопасности с детьми и родителями на это еще раз было акцентировано внимание. В этом году вблизи школы установили 13 дорожных знаков, поэтому знакомство со знаками, а также с опасными участками проходило на улице. Учитель начальных классов школы номер 12 Светлана Шаврина в своем выступлении сделала основной акцент на работу с родителями по воспитанию детей-пешеходов, детей-пассажиров, включая возможности отряда юных инспекторов дорожного движения. Родители для своих детей являются авторитетом, примером для подражания. Рождаясь, ребенок принимает их привычки к модельному ведению. Наталья Мельник, социальный педагог школы номер 3, подчеркнула, что педагоги должны принимать непосредственное участие в контроле за тем, как дети ведут себя вблизи и на проезжей части, отмечать нарушения и адресно работать с теми, кто не соблюдает правила дорожного движения. Бывает по утрам я езжу на лесную и сама контролирую. Бывает, прихожу и контролирую утром, как дети пересекают дорогу. Методист управления образования Артемовского городского округа Николай Шахурин отметил необходимость введения мониторинга о наличии знаний правила поведения детьми на дороге и внедрении инновационных форм работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В старой системе все новые методы устаревают, и они постепенно превращаются в некий тормоз, какая бы современная методика ни была, а в какой год-два, в какой-то период времени устаревают, и она давит. И новые ростки пробиваются тяжелее, сложнее, прилагать веселье надо. Вот они должны преобладать, я думаю, процентов 70, две трети это должны быть новые ростки всегда. Он также сообщил о проведении тестирования Министерством образования Свердловской области знаний правил поведения на дороге для 2, 5 и 8 классов. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Светлана Шарапова, подводя итоги, подчеркнула, что мероприятия, проводимые со всеми субъектами образовательного процесса, должны быть адресными и интересными, призывающими к самосохранению на дороге. Также она напомнила о проведении социальной кампании «Юный пешеход» и пропаганде световозвращателей. Всем участникам был продемонстрирован видеоролик школы номер 56 о необходимости обозначения себя в темное время суток на дороге. Участники и гости получили методические материалы для работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в рамках проводимых всероссийских мероприятий, которые должны помочь им в дальнейшем таком нужном и важном труде.